Нагадаю свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Оливиен. Я Карина, таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Получите знаки Вселенной. Какие двери скоро откроются?» У нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуально, в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. И использовать я буду три колоды. Таро Эдгара Алана По, также Ленорман «Зеленые глифы» и «Знаки Вселенной» Татьяны Мужицкой. Эти две колоды я пока убираю в сторону. Давайте откроем нашу замечательную колоду Эдгара Алана По. Вы как раз ознакомитесь, как она должна выглядеть в полном оригинале. То есть тут вот такая коробка у меня прям огромная. Такая книга, очень-очень красивая книга. Видите, в черном таком дизайне. Тут красивые картинки, глянец. Ну, то есть очень классная вещь. Вот. И еще и колода. Она, видите, в отдельной коробке. То есть коробка в коробке, да. И открываем теперь нашу колоду в оригинале тоже. Очень красивая колода. Одна из любимых тоже, да. Ну, вообще, у меня все, видимо, любимые. Вот. Получите «Знаки Вселенной», какие двери скоро откроются. Вот такое интересное гадание онлайн сегодня. И на такой вот очень красивой колоде, да. Как вы помните, она у меня была в китайском варианте. А теперь она у меня в оригинале. И я считаю, что это достижение. Потому что я очень люблю оригинальные колоды. Тем более, что, ну, такая крупная покупка, я вам скажу. Довольно-таки крупная. Первая карта на позиции будет показывать, в каком аркане вы сейчас находитесь, да. А потом уже будем дополнять, то есть, какие вам знаки Вселенной идут, какие двери в жизни скоро откроются. Скоро. Вот многие спрашивают, что такое скоро? Что такое скоро? Ну, у кого-то до двух недель, у кого-то до полутора месяцев, у кого-то чуть позже, потому что у человека, у каждого свой ритм жизни, да. У кого-то события идут, идут, идут чередуя, а у кого-то не происходит ничего и за полгода. Вот поэтому вы смотрите по своему ритму жизни. Украшать я буду сегодня ключами. Вот первый ключ вот такой необычный совершенно. Второй ключ вот такой вот взяла. И тут у нас число, да, 811. Может, кому-то о чем-то говорит это число. И третий ключ вот такой вот. Маленький ключик. На нем написано ИК. И, К, А, И, К. Итак, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Знаки Вселенной для вас. Плюс какие двери скоро откроются, да. Будем разговаривать с миром, со Вселенной, с Богом, да. И первая карта, в каком аркане вы сейчас находитесь в жизни. Это пятерка Пентаклей. Такая очень интересная карта. Она показывает состояние побега. Но побег идет вот как-то, как будто бы совместно, да. Тут что-то происходит мистическое совершенно. Как вы видите, история разворачивается мистическая, необычная. То есть в вашей жизни что-то происходит очень необычное. Но при этом вы как будто откуда-то убегаете. Уносите ноги, да. Убегаете, унося ноги. И самое смешное, что вы еще и уносите чью-то голову, да, с собой. Поэтому, может быть, вы сейчас кому-то вскружили голову в жизни. И занимаете полностью чьи-то мысли. То есть этот человек не может мысленно расстаться с вами. Вот кто чувствует вот что-то такое, да. Это значит, что действительно так и есть. Что, может быть, вы о ком-то думаете. Но и при этом этот человек бесконечно думает о вас. Да, и вы заняли полностью его мысли. Вот. Также, конечно, вообще сама по себе карта. Она показывает кого-то, кто имеет дурную привычку падать и прощаться с жизнью, да. В неподходящий момент. И нужно его спасать. Нужно его срочно там уносить, да. Чтобы с ним не повторялось бы все снова и снова. И, может быть, вы кого-то спасаете сейчас в жизни. Ну, то есть делаете что-то хорошее для человека, который постоянно попадает в просаг или в какие-то не очень приятные в жизни ситуации, как вы видите. Вот. Ну, в любом случае, я понимаю, что могут быть и манипуляции, да, со стороны другого человека в вашу сторону. Мол, я все время о тебе думаю и пытаюсь вызвать в тебе какие-то тоже чувства. Пусть даже негативные, но пусть они будут. Покажи мне их. И, конечно же, да, сейчас вам приходится, может быть, менять обстановку, но именно согласно некоторого случая, который есть в вашей жизни. То есть обстановка меняется, вы должны подстроиться и бежать, понимаете. Если вы чувствуете, что это с вами резонирует, да, что есть такой момент перемены в жизни, и что вы, может быть, и помогаете кому-то, и занимаете чьи-то мысли полностью, то это ваша первая позиция, да, то она ваша, действительно ваша. Итак, давайте посмотрим, вот какой сначала знак на этой колоде подаст вам Вселенная, потом какие двери откроются, и потом посмотрим еще на двух колодах, какие знаки вам подаст Вселенная, да. Итак, какой знак вам подаст Вселенная сегодня и сейчас? Мы здесь видим кавалера мечей. Ну, я так понимаю, что кавалер – это, ну, рыцарь должен быть, да, рыцарь. Как вы знаете, колода пестрит с жутковатыми историями. Я не буду сильно вдаваться в подробности, я просто скажу, что вы не зря видите грязный пол и лопату. То есть этот рыцарь мечей только что импульсивно кое-что выкопал, так скажем, из земли и кое-что провел какие-то манипуляции, да. Но он это сделал именно под влиянием торопливости, импульсивности и преждевременно. То есть ему не нужно это было делать. Он это сделал зря, вот так могу сказать. И поэтому, если вы будете куда-то нестись с открытым сердцем в ближайшем будущем, делать что-то порывисто, вот просто не подумавши, как говорят, рубить с плеча, то, наверное, может быть и не стоит. Может быть, знак Вселенной здесь в том, что вам нужно сначала подумать, а потом уже делать. И точно так же может быть какой-то человек, который в вашу сторону будет совершать импульсивный поступок. Импульсивный, то есть это и судить вас, допустим, резко, неожиданно, да, под каким-то своим фактом. Или, может быть, по чьему-то заявлению. И так же может просто вас пытаться вывести на эмоции, да, требовать ваших эмоций в ответ. Соответственно, вам нужно быть спокойным, рассудительным человеком и приводить ему логические доводы для того, чтобы он каким-то образом успокоился. Вот вам нужно будет успокоить какого-то бунтаря, да, в жизни. Более того, карта показывает, что, возможно, у вас есть какая-то идея, и вы готовы перевернуть небо и землю, чтобы эту идею воплотить в жизнь. Возможно, вы даже хитрый человек, умный человек, вы способны выполнить всё, что вы задумали. И, возможно, у вас очень сильная мечта или какая-то цель, идея. Но вам для того, чтобы всё-таки её воплотить в жизнь, нужно научиться замедляться, нужно научиться думать. А если вы будете поступать импульсивно, то вы можете наломать дров. И знак Вселенной здесь предупреждает вас, да, от импульсивных каких-то поступков, от резких поступков, совершенно неожиданных иногда для вас самого или самой. Вот. Ну и от неожиданных гостей, да, застраховывает сразу этот знак Вселенной. Что даже, может быть, не стоит открывать двери этому неожиданному гостю. Или тому, кто стучится в переписку, может быть, не стоит сразу же отвечать. Иногда могут отвечать резко на форумах ещё где-то. В итоге вы мучаетесь, да, от того, что подались на импульсы, с кем-то поругались. Может быть, не стоит начинать. Вот. Хорошо, идём дальше. Какие двери скоро откроются в вашей жизни? Двери к чему? Какие возможности, может быть, да, какие шансы открывают вам жизнь? И я здесь вижу десятку жезлов. Десятку жезлов. Интересная карта. Тут на лодке целая куча народу, а рядом мужик на ящике, привязанный в море. Вероятно такое, что недавно вы сталкивались в жизни с какими-то очень сильными трудностями, проблемами, и они наваливались на вас целой горой. Причём все окружающие, я так понимаю, да, смотрели просто со стороны и не особо участвовали в том, чтобы вам помочь. Вот я это так больше вижу. То есть мы видим здесь, как мужик там привязанный, в волнах плещется, да, а эти там осветили, может быть, конечно, море, чтобы ему попытаться помочь. Но пока они ничего не делают. И вот открывается возможность, открывается путь, открывается дверь к тому, чтобы вы избавились от больших проблем, которые вас в последнее время очень сильно беспокоили. Да, может быть, вы во все эти большие проблемы ввязались по своей импульсивности, потому что рыцарь мечей просто так никому не падает. Или вас вовлёк в эти проблемы какой-то импульсивный человек. Но вам всё-таки, вот моё мнение, да, нужно собраться, потому что на самом деле решение очень-очень близко. Решение не за горами для вас. И на самом деле эти проблемы, если особенно вы их выстроите в очередь, они способны решаться и вами, и окружающие могут подключаться. Просто вам нужно для этого разговаривать, вести с ними диалог. Согласитесь, он просто орёт. Ну, то есть вот он в море болтается и просто орёт, да. Он в панике испугался. Если же он бы собрался, обернулся, попытался обернуться, помахать, да, он поговорил бы с этими людьми, дал бы им инструкции, как его выловить, и они бы его выловили. Ну, то есть попытался бы, по крайней мере, чтобы его выловили. И вот если вы будете вести диалог с окружающими, вы потихоньку разгребёте вот весь ворох проблем, который на вас навалился в последнее время. То есть от них не убегать надо, да, а с ними нужно всё-таки работать с этими проблемами. Согласитесь. Хорошо. Следующий знак Вселенной от Ленорман. Зелёные глифы. Я здесь вижу карту ключ. Это замечательный знак Вселенной, который всегда, всегда говорит о том, что скоро всё будет хорошо и действительно откроется какая-то дверь. Дверь же открывается ключом. То есть вам открывается в жизни какая-то очень яркая возможность. Эта возможность действительно вам необходима. Вас ждёт успех, удача в каком-то деле, большое счастье. И действительно ключ – это самая счастливая карта в колоде Ленорман. И выпала вам именно она. Значит, вам скоро крупно повезёт. А ещё сегодня я украшаю позиции ключами, да. И вам, опять же, да, выпал ключ, вот как знак для того, чтобы вы поняли, что скоро в вашей жизни наступит очень благодатный период, белая полоса. И вы вырулите из всех ваших трудностей. И действительно настанет самый лучший, может быть, период в вашей жизни, да, солнечный период. И если вдруг вы стучались к кому-то в сердце, или, может быть, вы стучались к какие-то двери, чтобы вас взяли на работу, или к начальнику в душу, чтобы он вас повысил, да, или ещё что-то. Вот вы достучитесь, вы достучитесь, и эта дверь реально по волшебству просто берёт и открывается. Смотрим следующую карту. Это знаки вселенной Татьяны Мужицкой, как вы знаете. Так, я всё могу, говорит вам знак вселенной. Вы действительно всё можете, вы человек способный, вы человек, скорее всего, яркий. Вы тот, кто ещё и завладел чьей-то головой, да, изначально. Поэтому я вам так хочу сказать, что всё у вас получится, что всё будет скоро хорошо. И вы действительно сможете реализовать все свои яркие возможности, все свои идеи, может быть. Но просто вам не нужно сильно торопиться, а вы знаете, что вселенная, она на вашей стороне. Я всё могу, это, да, действительно про вас, вы всё можете. И просто нужно подумать, как это сделать максимально, как-то вот с таким рациональным подходом, да, без каких-то импульсов, чтобы ещё и людей предупредить окружающих о ваших планах, и чтобы все работали вместе, слаженно для вашей цели, да. Ну, в любом случае, здесь очень много карт, показывающих, что вы скоро выплывете, и что скоро всё будет хорошо. Особенно ключ. Ключ – очень счастливая карта. Это значит, что действительно и на вашей улице будет скоро праздник. Ну, вот такая вот у нас самая первая позиция, очень интересная позиция. А мы идём дальше, к позиции номер два. Итак, наш второй ключик. 811, да? Интересный ключ такой прям. Давайте посмотрим, в каком аркане вы сейчас и сегодня находитесь. Ух ты, вы в аркане колесо фортуны. Замечательная карта, которая показывает, что у вас в жизни идут положительные перемены. Может быть, близится или переезд, или просто перемена в лучшую сторону, то есть переворот прям всего с ног на голову. Если в последнее время что-то было плохо, были какие-то проблемы, трудности, всё перевернётся, препятствия уйдут, всё станет хорошо. Если вы очень хотели поменять место жительства, вот самое то, скоро будет. Или это уже у вас в процессе, или только что случилось, или на пороге. Вообще колесо фортуны – карта удачливого человека, весёлого, смешливого. И того, кого многие воспринимают именно как любимец фортуны, любимцев фортуны. Более того, вас действительно как будто бы Бог поцеловал. И вам могут идти деньги даже более легко, чем раньше. Могут идти какие-то счастливые случаи. Может крупно везти в лотерею, да, или ещё что-то такое. Вот что-то очень приятное. Но колесо фортуны означает крупные перемены в жизни, с которыми, конечно, придётся смириться, или придётся под них подстроиться. Даже если вы переезжаете в лучшую квартиру, в лучший дом, или в лучшую страну, там, да, но вам всё равно придётся адаптироваться, придётся там пережить перестановку мебели, или там раскладывание вещей и всё такое прочее. И также колесо фортуны – это может быть, допустим, рождение ребёнка, выход замуж, женитьба, там, допустим, новое место работы. То есть что-то новое в жизни, к чему всё равно придётся привыкать. Вы сейчас вроде как и любимчик, да, и всё в судьбе у вас, наоборот, в лучшую сторону. Но при этом, конечно, любая перемена – это выход из зоны комфорта, вы это должны понимать. Могут быть много там знакомств, да, общения с людьми, но это всё равно смена обстановки, согласитесь, и нужно привыкать. Если вы чувствуете, что вы сейчас в колесе живёте, то вторая позиция – это ваша. Если нет, то вам лучше посмотреть другую позицию. Итак, знак Вселенной от колоды Таро сначала, гадаем на Таро, да. Ага, тут у нас, значит, тройка жезлов. Посмотрите, какая интересная карта. Мы здесь, значит, видим, что есть один корабль, и есть второй корабль, и воронка, да, вот такая воронка. И, конечно, получается так, что в жизни, может быть, что всё закручивается, опять же, как по колесу, да, и всё меняется. Я считаю, что ещё при этом карта показывает, вот видите, вот этого человека, да, с свечой на борту корабля, что, может быть, он хочет что-то разглядеть или подать кому-то знак. Может быть, вам сейчас в жизни действительно и Вселенная подаёт знак, или кто-то, какой-то человек подаёт знак, и, возможно, он ждёт ответа от вас, да. Может быть, скоро придёт какая-то новость, письмо, сообщение, посылка. Вот знак Вселенной об этом ещё может быть. То есть не только то, что у вас как по колесу всё меняется, да, и всё в круговорот заворачивается, а ещё и что могут быть знаки, новости, сообщения в скором времени. Вот. Ещё эта карта, она подобна закону притяжения, то есть вы — это ваши мысли. И вам нужно верить в себя, в своё видение, и вы тогда будете способны на всё. То есть когда вы находитесь в колесе фортуны, плюс к вам прибавляется тройка жезлов, это, конечно же, сочетание карт для путешествия, для переезда, или для каких-то совершенно невероятных событий в жизни, которые всё меняют. Вы действительно в переменах, это уже второй раз показано, да, и, конечно, вам нужно позитивное мышление и желание достигнуть своих целей, осуществить какие-то мечты, и тогда вы всего действительно достигнете. Нужно воспользоваться возможностями, которые предоставляет вам судьба, и подготовиться к реализации ваших планов или уже их реализовывать. Вот. У вас идёт дорога впереди совершенно точно, путь, да, путь, да, путь, и, конечно, могут быть какие-то препятствия, но если вы доверяете всему, что происходит, то вы всё преодолеете. Вам нужно воспользоваться возможностью развивать то, что вы уже начали, может быть, в жизни, и у вас есть потенциал построить, допустим, свою империю, создавать стратегию, которая будет работать в долгосрочной перспективе. То есть вы можете сейчас предвидеть даже ваше будущее или предвидеть то, что какое-то приключение идёт в вашу жизнь, но это приключение, конечно, принесёт очень много хорошего, а не плохого. Просто нужны именно позитивные мысли, а не какие-то негативные, да. Вот. Ну, хорошо. Давайте теперь посмотрим, какие двери скоро откроются, да, какие пути, дороги для вас открываются, потому что у вас явно дорога выпадает как будто бы, да, какие двери, какие пути открываются для вас. И я здесь вижу карту рыцарь жезлов. Вот смотрите, я её поближе к вам покажу, да. А тут у нас большая обезьянка, которая всё вокруг порушила. Знаете, почему она порушила? Потому что её напугали. Вот на самом деле это добрый обезьян был вообще, и очень даже дрессированный, и вообще он жил нормально. Но его просто вот как неожиданность произошла, да, его напугали, и он начал вот сразу же всё вокруг рушить, крушить, там ломать, может быть, возмущаться, кричать, там, да, махать свечками и всё такое прочее. Почему? Потому что он напугался. Вот вам нужно понять, что каждый человек даже, который с вами, ну, каким бы то ни было образом ругается, он ругается не потому, что он хочет ругаться, да, потому что его, допустим, что-то возмутило, напугало, и он, каждый же живёт в себе, да, вот, его что-то могло вот именно, как, за личности зацепить. И, возможно, в вашем окружении есть человек, с которым вы когда-то поссорились, но это было на импульсе. То есть, на самом деле, этот человек, ну, вовсе не хотел этого. И, скорее всего, идёт стадия либо примирения, либо улучшения вот между вами какой-то взаимосвязи. То есть, открывается дверь именно к этому путь, именно к сердцу, может быть, человека, с которым раньше у вас были плохие отношения. Возможно, это мужчина. Ну, хотя всяко может быть, да. Вот, также эта карта, она показывает некоторую неожиданность, которая может произойти в жизни. То есть, опять же, у вас очень много неожиданного. И ещё одно подтверждение, да, что дверь открывается в неожиданное. Как неожиданные возможности, так и неожиданные обстоятельства, которые, да, или неожиданные гости, да, которые могут там прийти или как-то возникнуть перед вами. Вот, конечно, карта рыцарь жезлов, она очень часто показывает нечто положительное в жизни. То есть, несмотря на то, что обезьян вот весь такой воинственный. На самом деле, карта может показывать просто животный импульс, животную страсть, допустим, да. И это может быть как бы встреча с человеком, вот открывается путь к человеку, да, встреча с человеком, у которого к вам есть влечение, страсть, который хотел бы общаться больше с вами, энтузиазмом к вам пышет, да, инициативой какой-то. И, ну, он готов к приключениям и готов вместе с вами проходить эти приключения, то есть, звать вас даже в приключения какие-то. То есть, вас скоро могут позвать в поездку, допустим, в совместную с кем-то или с кем-то даже, от кого вы этого вообще не ожидали. Вот представляете? Такая интересная карта. Конечно, у Эдгара Аллана по жутковатые истории, и если мы их будем до конца применять здесь, да, то вы все просто посидеете. Но смысл карты, то есть я передаю смысл карты, она говорит именно о том, что это страстный порыв, это все-таки какая-то животная сила, животный инстинкт, да. Инстинкт как самосохранения, так и, допустим, любовный инстинкт, влечение. И, конечно, эта карта может показывать, что открываются пути к тому, чтобы встретить человека, у которого к вам такое неподдельное влечение. Или, допустим, ваш любимый человек скоро активизируется, позовет вас в путь, в приключения, у него будет к вам энтузиазм, да, инициатива. То есть вот такое может быть. Хорошо. Дальше, значит, следующая карта у нас это Ленорман, зеленые глифы. Какой знак вам еще подаст вселенная? И я здесь вижу карту тучи, да, король Треф. Ну, во-первых, тут король Треф, да, это может быть мужчина, представительный брюнет, который скоро появится перед вами, да. И вы будете общаться, но он такой вот немножечко угрюмый, но в то же время интересный человек. Облака же показывают проблемки какие-то, могут приходить в вашу жизнь, да, показываться в вашей жизни. Но как только солнце выйдет, тучи рассеются. То есть эти проблемки действительно мелкие, их можно быстро решить. И также в решении этих проблемок может действительно помочь какой-то мужчина. Вот. А еще могут набегать тучи по поводу отношений с мужчиной. Ну, то есть он таинственный, он странный. Вы не можете в нем разобраться, если вы женщина, да. А вот если вы мужчина, то у вас могут быть в делах какие-то тучи, да, которые набежали. То есть в делах могут быть какие-то мутные обстоятельства, скрытые от вас обстоятельства. Но в итоге вы сможете очень быстро решить эти все проблемы и любые препятствия устранить со своего пути, потому что тучи — это карта приходящая, уходящая. Она просто показывает, что, да, у вас накопились какие-то мелкие дела, которые нужно обязательно устранить, да. Все мелкие проблемы нужно устранять вовремя. Иначе они накапливаются в большой крупный ворох. Хорошо, идем дальше. Знаки Вселенной. Что вам подаст? Какой знак Вселенной через эти карты? Ну, нагадали мы тут с вами, да. Время спать, коли надо ждать. Смотрите, вот часы, да. Всему свое время сразу же карта показывает. Время спать, коли надо ждать. Зачем сидеть и ожидать чего-то, да. Вот когда есть период, что вы ждете перемен, ждете человека, ждете результатов. Зачем вам при этом переживать и ждать, если можно лечь и действительно вздремнуть, да. То есть знак Вселенной здесь, он говорит вам напрямую о том, что во время ожидания либо можно заниматься чем-то, либо действительно отдыхать. И если вам чего-то нужно подождать в жизни, старайтесь не жить в этом ожидании. Это просто пустая трата времени на ерунду. И когда вот даже я сижу где-то, допустим, в коридоре ожидаю, да, или там где-то по документам или еще что-то, да, я обязательно захожу в телефон и пишу какую-нибудь статью, делаю пост, делаю задания в группу, там, да, загадки интуиции в ВКонтакте или еще что-то. То есть вот смотрите, карты вам показывают, карты Таро, они никогда просто так, и оракулы, да, они просто так не говорят. Они говорят всегда, что в твое время оно тебе нужно, оно должно использоваться тобой на 100%, а не только частично. То есть просто так тратить его, это кощунственно. и когда ты, допустим, чего-то ждешь, там, да, где-то на вокзале, в аэропорту, еще где-то, но обязательно делай что-то, изучай, читай, пиши статьи, общайся по полезным вопросам, вот, но никогда не сиди просто так, там, да, кто-то ролики смотрит, вот какой в них смысл, чему они вас учат. Если они чему-то учат, если это обучающие ролики, а если нет, вот, не тратьте время впустую, вот об этом вам идет знак Вселенной. Ну, вот такая вот у нас интересная вторая позиция. А мы идем дальше. Следующая позиция, номер три. У нас гадание онлайн идет, на Таро и Оракулах. Третий ключ, ИК, вот, и знаки Вселенной, и какие двери скоро откроются для вас, да, какие возможности, какие пути. Первая карта, в каком Аркане вы живете, вы в Аркане правосудия, но здесь правосудие очень странное. Почему? Потому что здесь женщину, два вот таких вот каких-то высокопоставленных лица заставляют подписать. Она не хочет подписывать, не хочет. Вот это наоборот состояние такое, не совсем-то справедливости, как будто бы. Она не хочет подписывать, и она имеет право сказать нет. Но тогда что с ней будет, мы не знаем. И возможно, вы сейчас в состоянии нарушенной справедливости. Она тоже жаждет, на самом деле, чтобы справедливость обратно восторжествовала. Это совершенно точно видно по карте. Она жаждет, чтобы этих людей кто-нибудь наказал, кто заставляет ее что-то делать, правильно? Она жаждет внутри себя, чтобы никто ей не управлял и не помыкал, а чтобы она была свободна. И вы, возможно, тоже жаждете этого. Вы, возможно, жаждете, чтобы никто сильный над вами не властвовал, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы вас принимали так, как оно должно быть, то есть по заслугам. и также, может быть, вы сейчас судитесь с кем-то или хотите повышения на работе, но оно вам положено по жизни. Может, вы хотите документы какие-то оформить или получить наследство, которое вам положено. И есть какие-то противоборствующие силы, но вы должны знать, что на карте есть и элемент такой солнца, что скоро все прояснится, что скоро все будет хорошо. И действительно, в какой-то момент эта справедливость обязательно восторжествует. Но сейчас вы человек, который жаждет справедливости. Вот, кстати, я заметила, что очень часто стало на первую карту выпадать именно справедливость. И в позициях очень часто стал этот аркан выпадать одиннадцатый, ну или в некоторых колодах восьмой. Хорошо, смотрим, вот первые карты Таро у нас, Эдгара Алана По. Смотрим сначала знак Вселенной от этих карт. И я здесь вижу карту Маг. Маг — замечательная карта, она говорит о том, что действительно вы скоро будете, вот сможете абсолютно всё. Вы скоро будете как раз-таки на вершине. Возможно, вы что-то задумали, у вас есть цель, у вас есть идея продуктивная, хорошая, скоро вы её осуществите. У вас есть сила, сила мага, тело Творца. И когда вы думаете о созидании, у вас идёт в жизни созидание. Вот помните, что всё, о чём мы думаем, оно растёт, понимаете, растёт, оно процветает. И если вы думаете о хорошем, о своих целях, о своих идеях, то они будут процветать. Я это много раз и в своей жизни заметила, что если я культивирую мысли нехорошие, начинает всё вокруг портиться. Если я культивирую хорошие мысли, то всё вокруг цветёт и пахнет, как говорят, как мои гиацинты, которые пышные, 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 такие расцвели. И поэтому здесь, они в ответ мне пахнули, прям волной такой, очень сильно пахнут. И вот тут то же самое, что если вы чего-то хотите добиться в жизни, достичь, просто думайте об этом, каждый день свои мысли фокусируйте на этом и тогда это произойдёт, естественно. И, конечно, карта мага может также показывать, что в вашей жизни скоро появится, если вы заняты, допустим, любовными отношениями, хотите новых любовных отношений, может появиться человек, который проявляет к вам инициативу, испытывает к вам чувства и активность именно проявляет. То есть вы сможете ответить такому человеку взаимностью. То есть настоящий лидер, но при этом вами увлечён, или увлечена, если вы мужчина. Но карта, конечно, очень хорошая. Вы властитель четырёх стихий. То есть знак Вселенной напоминает вам о том, что ты властитель четырёх стихий, ты можешь всё, абсолютно всё. Хорошо, какие двери скоро откроются, какие пути в вашей жизни? Вышла карта тройка мечей. Конечно же, она показывает, что, возможно, вас кто-то обижал, вас кто-то унижал, подставлял в жизни, делал же какие-то гадости. Вот у вас карта справедливости не зря выпала. Этот человек понесёт своё наказание. Или эти люди, во-первых, справедливость восторжествуют. Во-вторых, возможно, вам стоит избавиться от какой-то психологической травмы. и вы открываете двери к тому, чтобы избавиться от неё и к тому, чтобы у вас в жизни всё наладилось, чтобы вы не страдали от вашего прошлого. И я вижу здесь семёрку жезлов, которая как раз-таки показывает, что справедливость торжествует над вашими обидчиками, и в скором времени их поглотят тёмные силы, а вы будете жить счастливо, и у вас не будет никаких врагов и недоброжелателей. То есть у вас действительно наступает очень светлый период, когда вы избавляетесь от своих внутренних переживаний, травм, и вы видите, что исправляется вся та ситуация, которая негативная вокруг вас собралась. Какие-то проблемы, они все исправляются в вашей жизни. И особенно те, кто желал вам зла, уходят из вашей жизни или там обижали вас. Так, смотрим теперь Ленорман зелёные глифы. Какой знак вселенной от этой колоды. Вышла карта мужчина. Да, возможно, в вашей жизни, если вы женщина, скоро будет знаковый мужчина или какой-то мужчина, кого вы любите, он полностью будет на вашей стороне, у вас наладятся отношения. Вообще, это карта и богатства, и процветания, и рассвета. Поэтому в жизни у вас наступает благодатный период. Период, когда вы лидер и когда у вас всё получается, вы созидаете. Но для мужчины карта мужчина тем более показывает, что он наверху социальной лестницы, что у него идёт и карьерный рост, или бизнес-рост. И он занимает действительно какое-то очень высокое в жизни положение. У него всё получается. Он самостоятельный, он укрепляется, он встаёт на ноги. Поэтому вы, как мужчина, если вы мужчина, скоро встанете на ноги, а если вы женщина, то вы и встанете на ноги, и у вас будет какой-то знаковый мужчина, который действительно способен любить и заботиться, и что-то делать для вас. Так, смотрим дальше. Знаки Вселенной. Я никогда не ошибаюсь, говорит знак Вселенной. У вас очень интересный знак. Он может как говорить о том, что в вашем поле присутствует человек, который так утверждает, и тогда, может быть, иногда нужно к нему прислушаться. Либо вы не ошибаетесь, когда ваша интуиция говорит вам что-то. То есть, вот такое может быть. Но иногда это заносчивая карта. Мол, я никогда не ошибаюсь. А правда ли это? Да, давайте вот ещё карту достанем. Вот просто интересно даже стало. О чём тут речь? И кофе-брейк это святое. Интересно. Мол, расслабься, ты прав, всё хорошо, да, тут не про заносчивость речи, тут именно про интуицию. И, кстати, вот я кофеман, да, если мне бы выпало чашка кофе, да, что выпал бы кофе, я бы сразу же поняла, что это знак вселенной, очень благодатный и действительно, что нужно в жизни уметь иногда чередовать работу и отдых. И, кстати, после этого расклада я как раз собираюсь попить кофе. Поэтому присоединяйтесь, да, присоединяйтесь. Я вот люблю варить кофе, да, именно чтобы он был молотый, зерновой. Капучино всегда делаю себе, там и мужу, да, поэтому вот мы будем обязательно сейчас после этого пить кофе и приглашаем вас мысленно присоединиться, тоже садиться за тяжку кофе. Вот, ну такие вот классные карты выпали, вот, поэтому то, что вы чувствуете, это и есть то, что вы, вы не ошиблись, да, то есть, может быть, от кого-то любовь чувствуете, внимание, вы не ошиблись. И также, может быть, то, что вы чувствуете, что скоро все будет хорошо, вы не ошиблись. Вот, ваша интуиция вас не подводит. Вот такая третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.